так ребят погода адская просто адская даже не знаю хотели попробовать актив трек на зина мини попробовать но тут даже 2 не справился практически попробовать насколько выдержит зина мини такой ветер порыв но мне кажется его просто унесет не знаю насколько по ветер сильный если видно я думаю вам видно тут из машины какой ветер такая пурга сейчас чуть-чуть порывы упадут чтоб совсем ты уж его не убить и посмотрим но второй зина в принципе как бы полетал неплохо то есть да и да его начало сносить его какие-то моменты прямо относила в сторону даже в спорт режиме но по заявлениям производителя насколько я помню зина 2 ой зина мини такие же такой же ветру такую же ветру устойчивость имеет как и зина 2 насколько я помню не знаю насколько я прав может быть я ошибаюсь но по-моему он точно также может сопротивляться ветру и него даже есть такой ветру устойчивый режим даже интересно его проверить в общем ветер немножко стих погнали в общем два но обстакал avoidance mode please fly with caution да колбасик температура аккумулятора 14 градусов температура процессора 17 ну что малыши вроде справляются так пока все нормально порывов нету сильных попробовать пролететь против ветра насколько камеру вниз я в обычном режиме лечу он не летит 0 4 0 5 0 6 скорость 0 7 в общем не справляется в текущей локации сильное тихо не выдается предупреждение переключаю в спорт над дорогой в спорте пошел 3 2 4 4 5 2 6 и 5 7 и 2 даже здоровья на по ветру наш 15 14 8 разогнался 15 метров в секунду 15 и 3 прям малыш дает так на высоте 20 метров нахожусь над дорогой в целом он отрабатывает сейчас попробую такую фигню сделать подлечу к дрону идти в сторону сторонку что ли высоту меня нет окей так я значит попробую режим слежения таком таком виде полет по радиусу вот случайно кнопочку функции вот полет по радиусу выделю объект машину угол не нравится читаться не забыл подлететь что ветер 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 нажал все дрон полетел следить за машиной но мы стоим на месте но тем не менее он ее должен отслеживать и крутиться вокруг нее что она делает в принципе вроде делает неплохо но ругается но сейчас мы нажмем паузу зайдем в настройки и включил такую штуку ветру устойчивый режим при активации сопротивления дронов ветра будет максимальным однако устойчивость подвеса ставится включили и погнали дальше активируем ветру устойчивый режим дрон не потерял угол надо какой-то задать там что-то не так ему не нравится активируем ветру устойчивый режим дрон типа ну типа следит хайвинс please fly with caution ох он потерял столпа к чему потерял машина проехала рядом блин сбила его машина нехорошая машина сбила его вот летел так опять пойму нет никого тут катаются за вперед мешают нам так ну вот он следит ветер в ветру устойчивого режиме батарейка 79 градусов по 79 процентов температура процессора 17 батарейка 21 градус ну так он следит неплохо то есть отслеживает машину объект если сейчас поеду он по идее должен следить за ней ну такой ветер я не думаю что он просто ну не следит потеряет но висит дрон неплохо но реально хорошо не знаю что будет с желе на экране на оригинальном видео потому что цель потеряна он нашел цель чем потеряна давай вот в обратную сторону полетели в обратную сторону ну в принципе отслеживать нормально можно можно от ветер на с какой стороны сейчас сзади где-то да можно попробовать параллельное слежение так ветер сзади против ветра полетит давай-ка попробуем параллельное слежение так пауза стоп включу запись машина ездит как не знаю в себе дома хе-хе-хе-хе да вот в ветроустойчивом режиме у него подвес конечно дрожит потому что они говорили об этом что он будет дрожать потому что он ход у него уменьшается так режим следуй за мной активный трек понятно параллельно гоу так пульт положу гоу нажал сейчас развернусь камера все замерзла даже машина сзади что говорить про дрон потерял ну почему ты потерял друг столб что за фигня а вот так он следит за дроном хе-хе-хе в смысле за машиной а а вот там столб мешает ему почему-то так а если я сделаю вот такой ход конем сейчас стоп стоп отмена миссии если просто сделаем просто слежение ну по идее он должен просто следить нормально а тем не менее так следуй за мной активный трек обычный активный трек без выкрутасов гоу типа все вот он следит неплохо следит вообще отлично отслеживает вот в данной ситуации но при том он летит против ветра 4,4 метра в секунду ветер сильнейший я сбавлю немножко скорость чтобы он меня смог догнать то есть он летит он справляется в 7,3 активирован ветроустойчивый режим нет отлично справляется все прям как надо все ну подвес завален потому что ветроустойчивый режим так а если я сделаю вот так вот стоп так так а нет ну не сильно завалил так ну если мы если я отключу сейчас ветроустойчивый режим давайте я попробую отключить ветроустойчивый режим да ну желе видно прям конечно у колбасик попробую все-таки параллельное слежение по ветру на высоте на высоте хотя бы я не знаю да ветер очень сильный подвес дрожит видно так на высоте давайте на высоте не знаю метров двадцать хотя бы сможет он не отследить именно параллельно так активный трек понятно параллельно блин этот угол двадцать градусов я не знаю почему этот угол нужен постоянно пауза я никогда лететь до этого места не могу в спорте угу то есть получается аааа получается Зина то круто летает по сравнению с мини 2 ну что полетели следить справится дрончик нет я блин уже потерял ну как так то друг ой я прошу за мат и за мой английский вот поехали меня сносит я паркуюсь ничего не делай сам летит куда летит туда его вообще по ветру сносит ну ты его поймаешь чтобы вот покажи на камеру что ничего не делаешь ну да Зина в этом плане оказался лучше кто бы мог подумать ну 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 он в спорте вот летит нормально то есть вот он висит вот на месте какая высота у тебя меньше метр сколько? метр он на 24 смотри он на 24 смотри как он ну нет батарейка на сколько больше с включенным светом летал и 32% еще то есть офигеть батарейка а мини 2 уже приземлился все батарейка сдохла конечно бы вот качество картинки было бы немножко получше у Зина цены бы ему не было но так дрон вообще классно мне очень нравится то есть попробую фоточку сделать машина да желе есть хотя я настройки камеры поменял желе в смысле беды да вот другие уже стоят типа с ними полетать ну посмотрим так что сгоняю я еще немножечко пролечу в спорте 28% еще ну что смотрите как что интересно я нахожусь в машине да дрон в общем хотел назад туда куда-то я антенну не кручу просто вот сижу в машине управляю то есть дрон реально слушается хорошая связь прям топчик у тебя все батарейки у тебя все батарейки? да сколько у тебя? 26% еще так температура аккумулятора 31 градус ооо желе желе нет ну почему желе откуда ты берешься а это спорт режим так если я переключусь обычным желе подъезд дрожит очень сильно ну ветрища понятно смотрите какой ветер на дороге прямо видно сейчас покажу что видно ага в спорте хрен а мы не в спорте а в обычном режиме мы не летим вперед ооо его сносит ооо ребята его сносит очень сильно давай давай обратно парень обратно но в спорте 0.9 1.4 он не может а у меня 20% все осталось так high winds please fly with caution блин ребят 5 метров 1.2 ёбара стэп low battery warning the drone will return to home soon так да да стоп 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 парень конкретно что делать надо на дорогу сажать так ой ой столб столб чуть чуть не врезался метро стой чем режим давай 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 на хрен 10 15 процентов летим домой летим парень подвес уже решили кофе навалить спорте давай 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 спорте 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 нет давай спорте 17 процентов Dong muchos ког 13 11 11 12 13 1 13 Малыш, круто! Малыш справился! Садись, поехали! А тем временем DJ Mini 2, приятель летал на нем параллельно со мной и у него начались проблемы. Подлетала одну батарейку, все окей, а на второй батарейке, в то время как я на Zen Mini прекрасно летал, Mini Pro сопротивлялся ветру. У Mini 2 начались проблемы, его начало сносить ветром. Владелец пытался его контролировать, пытался подвести его к точке взлета, в данном случае машина. Но не очень это получалось. Дрон то летел вперед со скоростью 1-3 метра в секунду, то его сносило. Причем, вы видите, порывы были настолько сильные, причем даже боковые бывали, что ход подвеса, вот о чем я говорил, у Mini 2 ход подвеса намного меньше, чем у Zen Mini Pro. И заваливается подвес при таких порывах. В общем, более-менее было нормально, а потом, один прекрасный момент, произошел очень сильный пара фетра, и дрон отнесло вообще за дорогу над лесом. Но тут начались самые главные проблемы, потому что высота 72 метра, и снизиться нельзя некуда, чтобы как бы, ну, ветер поменьше, потому что деревья. Плюс под ним дорога, под дроном, проезжая часть, и он не слушается ни вправо, ни влево, то есть его реально, ну, видимо, там какое-то, не знаю, завихрение, что-то создаются, воздушные потоки, что он только назад летел. И батарея началась. И все, и тут началось просто нервный срыв у владельца дрона. Ну, не нервный срыв, я шучу, конечно. Но он начал нервничать. Он побежал вперед к нему. Слушай, а я, походу, побежал. Блин. Дрон не может справиться с ветром. Чтобы, ну, попытаться его посадить и подобрать. В какой-то момент дрон более-менее полетел вперед, то есть порывы прекратились. Он полетел, и вот видно, да, на карте, что владелец его пытается глазами увидеть визуально. Сам себя смотрит на мониторе, на экране телефона, чтобы себя увидеть. Но машину нашу видно, где мы сидим. Вот, но если дрон как бы приземлиться, белый дрон на белом, ну, светлый дрон на белом снегу, тяжело будет его найти. Хотя, в принципе, по, как бы, последним координатам. Но здесь проблема в том, что, может, есть батарейка, и он отключится, тогда будет тяжелее. Лендинг. А последние координаты все равно дают разброс плюс-минус сколько-то метров. Но здесь нам еще повезло в том, что снег был не рыхлый, не мягкий, а наст. То есть если он приземлится, то он приземлится сверху. В общем, хозяин побежал его искать. Искал. Причем, ребята, мы взлетали одновременно. Я еще продолжаю в этот момент летать на зимний мини. У меня остается еще 30% заряда. А у мини-2 уже кончается заряд. То есть там 4%. То есть насколько мини-про намного дольше летает. То есть энерговооруженность у него лучше. И в режимах, в мощностных режимах, когда нужно сопротивляться метру, он лучше отрабатывает. Ну, то есть видно вот. Ну, хозяин уже, владелец дрона уже более-менее его нашел, сориентировался, пытается его подвести к себе. Поддерживаю стиком вверх, чтобы он не приземлился далеко. Потому что у него уже включилась автопосадка. Ну, вот он его подводит к себе. Все. Нашел. Сел, приземлился цел, здоров, орел. Все закончилось благополучно. В общем, зимний мини-про в этом плане намного лучше. Так, ребят. Хотел небольшой, как бы, итог сравнения, что ли, подвести. После сегодняшних полетов и после моих полетов. Вот я ездил недавно в Великий Новгород, в Петергоф. Значит, что хочется отметить. Давайте сначала по поводу Zina Mini Pro. Дрон по времени летает намного больше. Это его неоспоримый плюс. То есть он летает по времени действительно больше. Запас хода у него больше. Ветроустойчивость, как мне показалось, у него действительно намного больше. Он лучше держит точку, справляется с ветром. Мини-2 у нас вот сейчас унесло его. Пришлось его ловить, бежать, искать. Ну, не искать, но сажать на месте в руку, вернуться к точке взрыва он не мог. Этот же справляется. Хотя бывают моменты, когда его тоже уносят. Дальше. По поводу мини-2 съемка в такой ветер. Вот у меня был случай в Кронштадте. Я снимал храм, вернее, собор, морской собор святителя Николая Чудотворца. Был сильнейший ветер. Я взлетел на нем. И что произошло? А произошло следующее. Сильный ветер, порыв и хода подвеса у дрона не хватает. То есть, подвес бьется о корпус и завал кадра идет. То есть, много кадров было испорчено. Причем, он не смог облететь даже собор. Ну, как он мог облететь? Он сопротивлялся ветру, против ветра летел с маленькой скоростью, но у него был настолько сильный крен, что просто подвес был завален. Ну, кадр испорчен. То есть, это плохой вариант. У этого же дрона ход подвеса намного больше. То есть, у него таких проблем нет. У него есть ветроустойчивый режим, в котором он сильнее сопротивляется ветру и реально держит точку намного... Ну, видно сейчас было намного лучше. Видно сейчас на кадрах, да, какой ветер и насколько он сильно держит точку. Но у него другой недостаток. У него вот это долбанное желе. Я не знаю, мне надо поменять пропеллеры сначала, потому что у меня после небольшого краша... Ну, я на видео выкладывал, да, тестировал, когда активтрек... Ну, активтрек с системой облетопрепятствий он мне зацепился за ветки. Он немножко покоцал пропеллеры. Здесь вот есть такие заусенцы, и даже на ни на одном пропеллере вот такой вот загнутый кончик. Я заказал пропеллеры, жду уже из Китая, их как придут, поменяю. Поигрался уже с настройками пидов, сегодня я на других настройках летаю подвеса. В каких-то моментах желе нет полностью. То есть у меня было одно видео, где я типа обрадовался и написал, убрал желе. То есть действительно я там летал, желе вообще не было. Сейчас оно есть. Ну, сейчас и сильный ветер, поэтому вполне возможно, что желе будет. Значит, дальше. По шумности. Мини-2 тише, чем вот этот дрон. У Зина противный такой визжащий звук все равно. Мини-2 взлетел там 20-30 метров, его в принципе не слышно. В городском фоне, в городском шуме, шуменно вот дрон, ну, может летать, вообще внимания никто не обратит. Этот же Зина Мини-Про, его все же слышно. Связь. По связи. По связи Зина Мини-Про. Ну, мне кажется, он лучше. Однозначно лучше стокового Мини-2. Это без вариантов. Стоковый Мини-2 работает на частоте 2,4 в России. Блокируется 5,8. Дальность никакая. Фрезы на 300-400 метров в Москве. Ну, в городе. То есть это летать невозможно. Мой Мини-2 переведен на ФЦС стандарт. Двухчастотный режим 5,8,2,4. Там со связью все хорошо. Я летаю в городах, в поездках везде, как бы в городских условиях. Проблем с ним не возникает. Этот же дрон Зина Мини-Про. У него из коробки отличная связь. То есть вот сейчас я, находясь в машине, дрон летал вперед-назад. Ну, я не крутил антенны. Они стоят в таком виде. То есть связь отлично работает через крышу, через стекла. То есть все. Никаких проблем с этим нет. Так что, в принципе, по связи с коробкой у них все хорошо. Я тестировал видео, выкладывал ранее. Можете на канале посмотреть. Дальность на 5 километров я улетел. Здесь у меня Мини-2 улетал в ФЦС на 4200. Но возврат по батарейке. Ему не хватает батарейки. Ему реально не хватает батарейки. Я думаю, если бы у него была более емкая батарейка, Мини-2 улетел бы и на 6,7,8 километров. Без проблем. Тот же Зина Мини-Про улетает на 8 километров на стандартной батарейке. Есть тесты на Ютубе. Улетает и возвращается. Но я не рискнул. Я, честно говоря, побоялся дальше 5 километров лететь. При этом, да, вот я сейчас летал. У меня был, включил фонарик. Я забыл его выключить. Просто дома летал с фонариком. Ну, чтобы датчики лучше держали поверхность. Я забыл его выключить. Он сейчас летал. И он показал 22 минуты полетного времени. Даже, по-моему, 23. Надо посмотреть точно в полетном приложении. Сколько полетов. Даже сейчас могу посмотреть. Ради интереса просто даже. Сколько он сейчас показал времени в полетном приложении. Так, сейчас захожу. Полетный рекорд. Так, 23 минуты. Так, 23 минуты. 23 минуты 8 секунд чистого полетного времени. То есть великолепно. Вообще великолепно. Причем, допустим, вот предыдущий. На предыдущей батарейке здесь летал еще 20 минут 33 секунды. И... Так, давайте сейчас посмотрю. 23 минуты 8 секунд полетного времени. И остаток батареи 10% я приземлился. Так, предыдущий полет в такой ветер. Так, только ходи. Сейчас. Так, предыдущий полет в такой ветер. 20 полетного времени. 20 минут. И посадка на 13%. То есть дрон отлично работает. Мини-2. У Мини-2 получилось, значит, две батарейки отлетали. 16 минут и 14 минут. Ну, то есть видно, да, что по времени Мини-2 проигрывает. Ну, а насколько вам важно время, это, ну, я не знаю. Тут как бы надо решать вам самим, насколько оно вам важно. Вот. В принципе, меня устраивает то время, как бы, с которым, ну, насколько хватает батарейку Мини-2. Я, как бы, летаю намного меньше. Ну, в принципе, просто нет необходимости, там, 30 минут вылету. 225. Отснял объект, этого достаточно. Для этого достаточно 10-15 минут, даже меньше бывает. И уехал, все. Но, тем не менее, вот в таких моментах, когда, допустим, до дрону, ветер сильный, дрон улетает, ему нужен запас хода, чтобы вернуться. А, да, мы еще, значит, посмотрите, какой момент. Мини-2. Мини-2 в первом полете сейчас против ветра летал на батарейке от Мини-1. Так, это от Мини-2 доставит батарейку. Так, а где она у нас? Да, вот батарейка от Мини-1. Это вот от моего первого миника батарейка. На ней он реально хуже сопротивляется ветру. Скорее всего, надо будет посмотреть сейчас в логах, в Айрдате, домой приду, скину. Скорее всего, вылетела ошибка по моторам. Не ошибка, а предупреждение, что нехватка максимальной мощности. И, скорее всего, именно поэтому его могло сносить. Вот. А так, в целом... Ну, хотя я его сносил не на второй батарейке, а для второго Мини. То есть... Ну, в целом, конечно, качество, вот именно качество камеры у Мини-2 лучше. Не знаю, может быть, у него жестче подвес немножко, потому что у... Вот у Зина Мини-Про подвес как-то вот он более мягкий, что ли. Не знаю, резинки, может быть, мягче. Не могу сказать, как мне кажется. Не могу сказать. Да, вот интересный момент еще. Вот сейчас в такой ветер летал, включил датчики. Датчики включаются только в режиме Normal, то есть обычном, не в спорте. И дрон просто не летит. Он, во-первых, из-за ветра в спорте не летит, в Normal не летит в обычном режиме. И, во-вторых, он видит препятствия и все. Он тупо стопорится и его тащит назад. Причем в эти моменты он не управляется. Потому что он видит вокруг препятствия, и он не управляется. Не знаю, насколько оправдан такой режим обнаружения препятствий при таких полетах. Наверное, в принципе, он не нужен, мне кажется. Если использовать датчики, то их нужно было делать, как вот у Mavic Pro, второго Mavic, у Autel Evo 2 Pro, да. Когда датчики стоят везде, и система действительно интеллектуально хорошо препятствия обрабатывает, и строит маршрут. То есть дрон реально облетает препятствия. То есть, если ты понимаешь, что он увидел впереди препятствия, и его потащило куда-то в сторону, то он не врежется и в боковые препятствия. Потому что у него есть датчики. А никак тут. Потому что вот он увидел впереди машину нашу, да, мою машину. Его куда-то, ну, остановился, чуть-чуть в сторону пошел. А его потащило ветром на столб. Он этот столб не видит. Соответственно, мне пришлось его стиками отводить. А он не ведется обратно стиками, потому что он видит препятствия. И пришлось только резко вверх газануть, чтобы он ушел от столба, а он успел отлететь. В общем, как-то так. Подписывайтесь на канал. Делайте сами выводы, какой дрон лучше. А я поехал погоню. Сейчас на Zino 2 еще полетаю. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok